Александр Иванович, расскажите, вот матч проходит в Санкт-Петербурге. Какие его нюансы? Очень большой ажиотаж, здесь билетов нет. Ну, я думаю, последние успехи нашей сборной, а потом преддверие Олимпийских игр, все больше и больше возрастает, как бы, назначимость каждой победы, это раз. Во-вторых, наша команда прибыл сейчас в составе, который состоит из игроков из континентальных хоккейной лиги. Это два, потому что надо знать, как у нас, сможет ли дать достойно, так сказать, как бы, выступить наша ВМП и вторая. Ну, не вторая, а первая команда национального, но тем не менее, так сказать, ближайшая. Елизавета Малли, что покажет ли она такую же игру, класс, без наших ребят, которые ехали в Батхайл. Вопрос, знаете, в чем у меня, вот именно как организовать матч получилось здесь? Так, помню, что СКА предложил все это организовать, или кто? Или местная федерация? Нет, здесь с владельцами клуба. То есть СКА предложил? Да, СКА с клубами, с Касатоном Алексеевым, с Фейско Дмитриевым. Ну, ребята, ребята, которые работают, у них очень хорошо по маркетингу работают ребята, мы с ними связались. Взаимные точки нашли соприкосновения, у них очень новый подход, оригинальный. И я думаю, что мы с ними, если Хадынка не отремонтирует, будем думать, может быть, и проведем здесь кубок первого канала. Прям в Питере? Прям в Питере, а что делать? А какие, кстати, варианты? Есть же Сочи там еще ведь. Ну, про Сочи мы говорим сейчас, как за задумкой, которая будет проведена в августе. Мы хотим там олимпийский сбор провести, чтобы каждый игрок пощупал, как можно, свое место, свою раздевалочку, свой лед. И я думаю, что мы продумаем. Ну, здесь, если брать, где проводить кубок первого канала, мне кажется, что лучше проводить в Питере, потому что и близость всех стран, которые здесь участвуют, и в Евроторию. И, во-вторых, ну, Сочи еще, видимо, будет уже в таком режиме работать, остается буквально. Я на январь-февраль, и там будут, в общем, приняты какие-то определенные меры. Федерация вообще-то выгодна, или кассовые сборы получают СКА, и все это идет, они приглашают вас как гастролеров? Ну, мы, как обычно, договариваемся, мы стивилизованные люди, мы договариваемся с клубом, да. Они берут расходы на себя определенные по размещению, питанию, мы отдаем билетную программу, то есть мы все нормально с ними, живем душа в душу, никаких проблем нет. Есть какие-то другие города в будущем, знаете, вы там Смоленск открыли все время, у вас какие города на примете есть? Не обязательно Евроторию? Ну, у нас не только на примете. Мы, когда сюда увели, вот, будем говорить это слово, употребить, в моем местный матч с финнами, потому что, ну, трудности были, что они в Казань, им трудно было приезжать. Почему? Потому что финны просили, они хотят из Сокос-отеля, завтра еще сделать презентацию чемпионата мира, конференцию, рассказать, как будет привлекаться зрителей, какая будет билетная программа. Зато очень интересная пресс-конференция в отеле Сокос будет делать финская федерация. Это первое. Второе. Мы должны главному тренеру Беллидинову, если можно так выразиться, мы обещали вынесенный матч провести в Казани. Мы должны выполнить свое слово, свой Савсанович. Пару вопросов еще задам. Как вы относитесь к тому, что скандал, который возник на ровном месте вокруг Радула, причем явно там было придумано что-то прессой, с одной стороны вы открыты, а с другой стороны как от этого защищаться? Вы знаете, мне, к сожалению, сейчас все больше как-то приходится констатировать факт, что некоторые журналисты, с позволения сказать, это великое слово, которое носят журналисты, может они, так сказать, увлекаются более жареными фактами, чем на самом деле рассказывать о нашей прекрасной игре, о тонкостях ее, о тактических планах, о каких-то так интересных задумках о наших ребятах, которые играют. Выхватить какой-то факт, который непроверенный, по Радулу, мне кажется, это нехорошо, нехорошо, я прямо скажу сразу. Это не есть, не делает честь. Переживал он, Александр, вы вместе летели? А каждому человеку, который этого не сделает, так в чем-то, так сказать, ему предъявляют претензии, конечно, неудобно ему и перед самому себе, прежде всего, он просто не поймет, а почему. А когда все знают, что он и был и на собрании, и на ужине, и был везде, был с командой, ну, да и потом главный тренер наш не допустит. И последнее спрошу вас, как вы относитесь к тому, чтобы Евротур оставить, но сделать более интересную формулу, что-то вроде чемпионата Европы. Это вообще реально или будет все время в таком виде Евротур существовать? Нет, в таком, в реальной, в какой сейчас форме существует Евротур, он обречен уже, ну, как бы сказать, на, ну, что ли, ну, можно сказать, на свой конец. Почему? Потому что, ну, потому что многие страны хотят тоже участвовать в этой игре, хотят привлекаться. И, конечно, вполне естественно, мы сейчас ищем очень много форм, мы на этом совещании встречаемся, особенно предлагает сейчас чешская делегация, новую форму Лордыши. Шведы предлагают нам, то есть мы работаем сейчас в этом плане. Евро-челленджер, которым мы играем, 12 команд, ну, может быть, он каким-то уже первым шагом сделал, такой первый шаг к новому, поэтому мы будем стараться. Больше команд привлекаются? Да. Европа-то поднимается, посмотрите. Поднимается Европа, ну, и даже молодежный чемпионат мира показал в Уфе, и швейцарцы, и Германия, и другие страны, ну, прогрессируют. Поэтому нельзя сейчас ориентироваться только на традиционно сильные страны в хоккее. Поэтому сейчас, конечно, мы обязательно, форма будет новая. Какая она будет, я не могу сказать, но то, что она изменится, это обязательно. Ну, вот это будет один турнир раз в году, или это будут дробные, знаете, окна вот эти? Может быть, дробные, потому что будем приезжать и играть интересные матчи друг у друга только на родине. Может быть, это будет какой-то в рамках определенный, найдем окно и сыграем по какой-то системе со всеми странами, типа малого чемпионата Европы. Но что-то будет, это я гарантирую. Потому что все думают, какое окно лучше, то есть, если декабрь, там же на молодежный чемпионат мира попадает. Там чемпионат мира молодежный. Может быть, в конце августа, где клубок мира, помните? Ну, в конце августа тоже сейчас начинается и садиться на сборы клуба, и все прочее. Свои интересы. Свои интересы. То есть, здесь надо все учесть, все интересы. Спасибо вам. Всего доброго вам. Спасибо тебе.